Здравствуйте! Нашу сегодняшнюю встречу мы начнем со сказки. Русская народная сказка Василиса Прекрасная. Вы, конечно, уже читали ее или слышали? Если нет, то прочтите обязательно. А мы сегодня начнем и прочтем только самое начало ее, чтобы вы ее вспомнили. В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он в супружестве и пережил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было восемь лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынул из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала. Слушай, Василисушка, помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу. Береги ее всегда при себе и никому не показывай. А когда приключится тебе какой угон, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью. Затем мать поцеловала дочку и померла. После смерти жены купец потужил как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший, за невестами дела не стало. Но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела двух своих дочерей, почти однолеток Василисе, стала быть и хозяйкой, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся, не нашел в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село красавица. Мачеха и сестры завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами, чтобы она от трудов похудела, а от ветра и солнца почернела. Со всем житья не было. Василиса все переносила безропотно и с каждым днем все хорошело и полнело. Между тем, как мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости. Несмотря на то, что они сидели всегда сложа руки, как барынь, как же это делалось? Василисе помогала ее куколка. Без этого где бы девочки сладить со всей работой? Зато Василиса, бывало, сама не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек. А вечером, как все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и почует куколку и приговаривает. На, куколка, покушай, горе моего послушай. Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости. Злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить. Что делать? Куколка покушает, а потом и дает совет и утешает в горе. А наутро всякую работу справляет за Василису. Она только отдыхает в холодочке, дорвет цветочки. А у нее же и гряды выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка еще укажет ей травку от загара. Хорошо жилось ей с куколкой. Прошло несколько лет. Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе присватываются к Василисе. На мачехиных дочерей никто и смотреть не хочет. Мачеха злится, пуще прежним. Всем женихам отвечает. Не выдам меньшой прежде старших. Оправдя женихов, побои мы вымещают зло на Василисе. Вот однажды купцу понадобилось уехать из дома на долгое время по торговым делам. Мачеха и перешла на житие в другой дом. А возле этого дома был дремучий лес. А в лесу на поляне стояла избушка. А в избушке жила баба Яга. Никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. Перебравшись на новое место, купчиха то и дело посылала зачем-нибудь в лес ненавистную ей Василису. Но Василиса завсегда возвращалась домой благополучно. Куколка указывала ей дорогу и не подпускала к избушке бабы Яги. Пришла осень. Мачеха раздела всем трем девушкам вечерней работы. Одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть. И всем по урокам. Погасила огонь во всем доме. Оставила только одну свечку там, где работали девушки. А сама легла спать. Девушки работали. Вот нагорела на свечке. Одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтобы поправить светильник. Да вместо того приказу матери, как будто нечаянно, и потушила свечку. Что нам теперь делать? Говорили девушки. Огня нет в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбегать за огнем к бабе Яге. Мне от булавок светло, сказала та, что плела кружево. Я не пойду. И я не пойду, сказала та, что взяла зала чулок. Мне отспит светло. Тебе за огнем идти, закричал Лёве. Ступай к бабе Яге. И вытолкали Василису из горницы. Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куклой приготовленный ужин и сказала. На, куколка, покушай, да горе моего послушай. Меня посылают за огнем в бабе Яге. Бабе Яга съест меня. Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки. Не бойся, Василисушка, сказала она. Ступай, куда посылают. Только меня держи всегда при себе. При мне ничего не станется с тобой в бабе Яге. Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес. Вот так вот начинается сказка. А что случится с Василисой в лесу? Кого она там встретит? Как поможет ей куколка избавиться от, справиться со всей работой, которую даст ей в облега избавиться от мачехи и сестер? Все это расскажет вам сказка, если вы дочитайте до конца. А мы пока поговорим о куколках. В быту крестьян, вообще традиционно в русском быту, кукол было много. Особенно тряпичные куклы часто встречались. Тряпичная кукла та, которая сделана из тряпочек. Хотя иногда в основе ее может лежать и полено, и скрученная береста, но обязательно ее украшают тряпочки. Они залетела кукла, ее одежду. Но вот для чего были эти куклы? Только ли игрушками детскими они были? Конечно, многие из Вас уже сталкивались с ними и делали тряпичных кукол своими руками. Знают, как они выглядят. Знают, что обычно у них нет лица. Вот кукла-пеленашка, например. Для чего она? Ее клали в колыбель ребенка еще до его рождения. Мама ждала ребенка и из своей старой одежды крутила куколку-пеленашку. Клала ее в колыбельку и куколка ждала. Она согревала колыбельку, так говорили. Чего же она ждала? А дело в том, что в те времена маленькие дети очень часто заболевали тяжело. Новорожденные, да и не только новорожденные. Откуда приходит болезнь? Почему ребенок сегодня здоров и завтра оказывался больным? Никто не знал. Думали, что злые духи, болезни поджидают его и набрасываются на него. Особенно, когда он совсем маленький и беззащитный. Поэтому полагали, что если в колыбельку положить вот такую куколку, болезнь или какой-то злой дух придет, поиграется с ним. Ничего ей сделать, конечно, не сможет. А наигравшись, оставит это место. И когда в колыбельке появится настоящий живой младенец, она уже будет чистой. Такая кукла была оберегом и заместителем ребенка. Над колыбелькой ребенка помещали вот таких вот маленьких куколок. Они могли побольше, поменьше, их было много. Это кукла Куватка. Вот она сделана из двух кусочков ткани, скрученных, соединенных ниточкой в виде крестика. Целые связки таких куколок висели над колыбелькой, качались. Ребенок мог смотреть на них. Сейчас тоже подвешивают кукол. Игрушки над колыбелькой яркие, чтобы ребенок мог за ним следить глазками. Вот это вот такие вот детские тряпичные куклы. Девочки играли в куклы, делали кукол из тряпочек. Всегда делали из старой одежды. Старались из старой одежды. Считалось, что такая кукла безопаснее. У нее как бы впитывается дух того, кто ее носил. А это кто-то из родственников. Ничего плохого такая кукла не принесет ребенку. Вот такая, кстати, она, вот эта девочка, да, у нас мы видим по кассе такую куколку. Девочку могла сделать себе сама, играться с ней. А вот эта кукла, она изображает взрослую женщину с большой грудью. Это вепская кукла. Такая кукла была с доброй советчицей, помощницей. Женщина, которая выходила замуж, которой нужно было взять куклу из родного дома в дом мужа. Вот она как бы замещала родню по материнской линии. Ей можно было, если что, поплакаться и сказать все свои горести, напасти. Считалось, что поможет. Поможет. Незаметно, тихо, но поможет. Вепская кукла — это северная кукла, вот такая вот. А вот кукла столбушки — это скруточки твердые такие, на бревнышке, на палочке, или вот такие вот скрученные. Видите, у нее такая вот скаточка внутри, красненькая. Ну, любая могла быть из ткани. Тоже куклы-помощницы. Тоже изображали взрослых, женщин обычно. Могли и девушек. Вообще, у девочек часто было очень много кукол. Они первые куклы делали мама, или бабушка, или старшая сестра. Хотя они сами крутили куколок из лоскутков. И чем больше девочка играла с куклами, тем считалось, что у нее будет больше семья, больше детей. Среди преданных, как вы понимаете, куклы тоже шли вместе с ней в дом мужа, где помогали ей выполнить всякую домашнюю работу. И к этому относились совершенно серьезно. Кукол часто передавали с поколения в поколение. Мать дарила дочери, та своей дочери. Получались замечательные такие сундучки с куколками, которые дети разыгрывали сцены из жизни. Свадьбу, Кристины, рождение ребенка. Все обряды домашние можно было разыграть из этих кукол. Но у всех этих кукол, как мы уже говорили, нет лица. Почему? Ведь вы привыкли к своей игрушке, на своих игрушках, на своих куклах видеть лица. Ну, кто-то из вас уже, наверное, скажет, что да, действительно, лица нет, чтобы в такую куклу не вселилась ничья душа. Считалось, если есть лицо, значит, есть душа у куклы. А какая душа вселится? Кто его знает? Так вот, разве может быть игрушкой что-то одушевленное? Это уже не игрушка, это уже серьезно. Эта игрушка ребенок может и бросить, и уронить. Ну, и вообще, не детское это дело имеет дело с одушевленным предметом. Тем более, предметом ритуальным, магическим. Потому что, как только появлялось лицо и душа, кукла начинала отдать магической силы. У многих народов Севера еще недавно был такой обычай. Когда умирал кто-то из родственников, изготавливали его куклу. И какое-то время ухаживали за ней, обращались к ней, как с живым человеком. Затем ее оставляли вместе с остальными куклами предков в особом коробе. А при необходимости обращались к предкам за помощью, с помощью этих кукол, через них. Был ли такое обычай у русского народа? Мы сейчас точно сказать не можем. Но вот сказка, Василиса, прекрасное свидетельство о том, что действительно такое обычай мог быть. Ведь, как вы понимаете, чья душа вселилась в куколку? Да, верно. Душа матери, умирающая. Именно она помогала Василисе справиться со всей работой. Именно она поможет ей в избушке бабы-яги. Это если мама сама сделала эту куколку перед смертью, зная, что она тяжело заболела. А если эту куколку она получила от своей матери, а та от своей, то, возможно, не заключается сила всего рода материнского по женской линии. Тогда эта куколка получается очень сильная, очень могущественная. Конечно, у нее было лицо. И сказка об этом свидетельствует. Глаза загорелись, как две свечки. Девочка ее курит и обращается не совсем никак с игрушкой. Но такие куклы, если бытовали, то ушли со временем с принятием христианства из-за бихода русского народа. А вот такие безликие тряпичные остались. Они и помогали. Морально поддерживали наших предков, девочек, девушек, женщин в их тяжелой работе, повседневной труде и также разных-разных заботах и печалях. Сегодня мы с вами попробуем сделать одну из таких куколок. Ну, я выбрала для этого куколу на основе куватки. Вот такую вот. Потому что она, наверное, будет самая простая и понятная. Вы можете сделать ее как девушку с косой. Можете сделать замужнюю женщину в головном уборе со спрятанными волосами. Вы выберите сами. Для примера давайте попробуем. Итак, нашу работу мы начнем с того, что приготовим все необходимые материалы. Ну, это будет прежде всего ткань белая для тела куклы. Я указываю размер 28 на 30-35 сантиметров. Но, на самом деле, вот высота куклы, она вот половинка ткани. Вы хотите 14 сантиметров или там 12 сантиметров. Смотрите, сколько вы хотите. И высоту куклы умножаете на 2. Получается вот узкая сторона. А сколько будет 30 сантиметров? 35 вот в длину. Это зависит от толщины ткани. Ткань толстая нам нужно меньше на скрутку будет. Ткань тонкая, тогда она должна быть длиннее. Тоже самое белая ткань для рук. Там тоже будет скрутка. Она ровно половина, вот половина роста кук... Точнее, целый рост куклы, половина нашего большого куска для тела. Она у нас высотой с куклу. Вот так вот сама длина рук. А сколько вы будете скручивать, какой длины будет кусочек, зависит от толщины ткани. Итак, 2 кусочка белой ткани. Если вы хотите сделать нижнюю юбку, то какой-то кусочек красивый можно использовать на нижнюю юбку. Ну, либо простой белой ткани. Вот у меня 12 на 15. Верхняя юбка панёва. Желательно её сделать клетчатой, из плотной ткани. Ну, может быть, и цветочный орнамент. Вы можете сделать тогда сарафан. Можете просто цветочную юбку сделать. И передник. Ну, передник какой-то красивый желательно, с поперечным узором. Он у меня 10 на 3, но это может варьироваться. Высота обычно зависит от... Он должен быть чуть длиннее панёвы. Вот так вот. А ширина, ну, посмотреть, зависит от ширины куклы. Ну, не меньше 3 сантиметров. Платок. Платок 15 на 15. Ткань должна быть такая вот, которая хорошо тянется. Но лучше при этом хлопчатобумажная. Поэтому я использую такую вот очень тонкую ткань на платок. Вроде марли, но красной, яркой. Ну, и вспомогательные нитки для пояса. Какие-то толстые, красивые. Можно взять ленточку на голову. Можно отрезать просто или оторвать кусочек хлопчатобумажной ткани. Она лучше держится. Она не будет сползать, в отличие от атласной ленты. Ширина примерно 1 сантиметр. Можно чуть больше. Ну, что ж, теперь когда... Да, еще. Кусочек ваты. Зачем? Вы узнаете потом. Нитки. Плотные. Я использую нитки ирис. Красные и белые. Ножницы. Итак, работу мы начнем с большого кусочка ткани. Вот его высота. Это два роста куклы. То есть, если у меня кукла 14 сантиметров, здесь у нас будет 28. Я начинаю с того, что я загибаю вот один край. Чуть-чуть подгибаю для того, чтобы не было видно ниток потом в конце. И начинаю скатывать, сворачивать вот так вот с каточкой на себя. Вот так вот. И складываю эту скатку пополам. Вот так вот. Так, чтобы сгиб оказался внутри, чтобы не было видно снаружи. И ниточкой красной я вот здесь вот отмечаю голову кукол. Видите? Вот так примерно. Вот. Несколько витков делаю. При этом стараюсь, чтобы у меня с одной стороны было натянуто хорошо. С другой стороны, может быть, вот так немножко сморщена ткань. Но чем ваша скатка толще, тем меньше здесь ткань морщит. Вот три витка я провела. И пока зафиксирую сзади узлом. Отложим теперь вот нашу скрепленную скатку, которая должна быть для тела. И возьмемся за руки. Вот длина рук, раскинутых, примерно равна высоте вашей куклы. Начинаем их скручивать. Точно так же можно завернуть край. Он у меня плотный, не сыпется, потом заворачивать я его не буду. Начинаем вот просто скатывать с одного конца. Вот так вот. Если у вас все-таки сыпется край, можно подвернуть в последний момент. Вот так вот вовнутрь. И закрутить. Это руки куклы. Теперь очень важно, как вы их поместите внутрь тела. Значит, можно, конечно, поместить так, чтобы будет видно. Вот это вот, да, вверх. Но это будет нехорошо. Лучше, чтобы видно не было. Поэтому вот место соединения, да, вот как бы ткани, где видно, что это скатка, я его опущу вниз. Вот таким вот образом. Плотно зафиксировать. Ну вот, мы теперь укрепили здесь руки. И от узла вот так перекидываем через плечо, нитку ведем. Вот. Оставляем кончик нитки внизу. Одной. А второй мы вот так вот закручиваем вокруг талии. Перекидываем через другое плечо. Делаем пару витков. Опять виток вдоль тела. И можно завязать ниточку. Вот здесь вот. Либо спереди, либо сзади. На талии. Надо сделать еще сзади крестик. Вот. И вот здесь вот завязываем. Ну вот такую мы фигурку имеем. Поясок завязан спереди. Вот. Со всех сторон у нас такие вот крестики получились. На спинке и спереди. Теперь мы должны оформить руки куклы в виде рукавов. Примерно сантиметра мы отступаем с края. И вот так несколькими витками плотной красной нитки. Завязываем руки. И завязываем узелок внизу. Внизу. Обязательно там где у нас вот эта вот складочка получилась. Мы можем в нее потом спрятать концы ниток. Вот так. И вот так. Вот у нас получилась фигурка. Куклой мы завязали вот здесь вот красную нить на рукавах. Остались такие вот кончики ниточек. Можно их конечно оставить, а можно спрятать вот сюда вот. Просто убрать в складку ткани вовнутрь. При этом чем длиннее кончик нитки, тем надежнее убирается. Вот теперь наша кукла на основе куватки готова. Куватки, я вам напоминаю, это вот такие вот куколки, которые вешались над колыбелью младенца. Они сделаны вот из двух скаток, скрепленных между собой крестиком. Ну а теперь мы нашу куклу будем одевать. Прежде всего мы наденем на нее нижнюю юбку. Для этого я использую вот такую красивую ткань. Она должна у нас доходить от талии куклы до низа. Закрывать ноги. Вот мне хватает, но надо еще на подворот немножечко, чтобы укрепить. Вот я вот так кладу вот эту юбочку. Поднимаю руки куклы и оборачиваю ее вокруг тела куклы. Вот таким вот образом. Вот так. И скрепляю на этот раз белой ниткой по талии. Вот так вот. Ну вот мы завязали, несколькими витками, а теперь опускаем эту юбочку вниз. Шкуклка вот так вот выныривает. Поясок у меня получился поверх, но это не страшно. Тогда уже надо поверх расправить. То, что складка спереди, вот стык ткани, это не страшно. Все идет под передник. Будет очень аккуратно выглядеть. Ну вот теперь мы имеем вот такую вот нижнюю юбку. Можно чуть-чуть вытянуть, опустить, чтобы она закрывала ноги кукле. А теперь мы оденем юбку на куклу. Одеваем точно так же. То есть мы смотрим длину юбки. Смотрим, чтобы она была немножко короче, чем нижняя юбка. Чтобы был виден узор на нижней юбке. Юбка Панева обычно клетчатая была в южных губерниях России особенно. И там ее одевали на девушек, уже вошедших в возраст, когда их можно сватать. То есть девочки юбки Панева не носили. В некоторых местностях одевали только на уже женщин, которые должны были выйти замуж. Итак, юбка Панева. Я примерила теперь длину юбки. Ну видите, примерно вот досюда. Теперь я укладываю так куклу, чтобы ее руки были выше этой линии белой. Которую я наметила себе как место сгиба юбки. И точно так же, как мы одевали рубашечку, мы одеваем Паневу. Но так, чтобы спереди у нас был как бы стык такой. Можно чуть-чуть внахлёст это сделать. Так и вот так. Я помню, что я вот по этой линии намечала, по белой линии талии. И я оборачиваю ниточкой уже любого цвета. Можно красной, можно белой. Так вот фиксирую эту юбку на талии. Ну вот мы завязали. Теперь опускаем юбку вниз. Вот так вот. Расправляем немножечко. Все, концы не сходятся по какой-то причине. Один длиннее, другой короче. Значит, надо будет здесь подтянуть немножко на себя тот, который длиннее снизу и снутри. Так. Вот. Паневу она распахивалась спереди. Под передником. Такая пышная, распашная юбка. Она у нас теперь такая. И одеваем передник на куклу. Ну, передник можно выбрать вот с этой стороны или с этой стороны. Как вам нравится, да? Мы попробуем эту яркую. Одевается он ровно так же, как и юбка. То есть мы прикладываем вот так, накрываем лицо как бы куклы. И завязываем уже красивой ниткой поясом верхним парадным. Вот так. Можно завязать сбоку, можно завязать под передником. Как вам нравится. Хотите, чтобы были видны концы и узел. Завязывайте сбоку чуть-чуть. Вот. Ну, вот у нас пояс сбоку. Опускаю передник. Немножко подтягиваю. Расправляю. Одежда куклы готова. Но надо еще оформить голову. Можно оформить ее по-разному. На самом деле можно было сделать не юбку, а как бы сарафанчик куклы. Тогда, видите, что мы завязываем, просто обернув куклу тканью чуть присборенной, завязываем пояс сверху. Верхний край не подворачивается вовнутрь, как мы это делали, а он идет наверх, на грудь куклы. Так получается сарафан. Но я хотела сделать юбку по нему, поэтому я сделала так. Сарафанчик просто обматывается со сборенной тканью и поясом закрепляется. Косу кукле можно сделать из ниток. Просто вы делаете косу, обмотав вот здесь нитки, и одеваете ее на голову. Обматываете нитки и заплетаете косу. Нитки лучше шерстяные, которые шершавые, которые не скользят, не синтетические. Но поскольку мы делаем не девушку, а мы делаем женщину, которая будет нам советчица и помощница, значит, женщину опытную, замужнюю, я не буду оформлять косой ее голову, а я сделаю так. Помните, я кусочек ваты откладывала специально в начале, для того, чтобы наполнить вот здесь немножко голову. ватный токончик туда вовнутрь убираю. И смотрю, чтобы у меня было лицо вот, видите, без складок тогда получается. И будет хорошо держаться головной убор. Можно, не надо много, но чтобы все-таки немножко набивка здесь была внутри. вот теперь, теперь я одеваю на нее повойник, это головной убор замужних женщин, скрывающие волосы. для него я использую кусочек просто оторванный хлопчатобумажной ткани, завязывая его вот здесь на затылке, как ленточку вокруг головы. вот так сзади. Ну вот, вот так вот у нас повойничек, можно сзади немножко расправить ленточки, чтобы они не торчали. Ну вот торчать тоже не страшно, поскольку сейчас мы оденем на нашу куклу еще платочек. Так вот. Кладем куклу на платочек, набрасываем вот так спереди край платка. Вот. И вот так вот, с двух сторон чуть-чуть, вот так вот, укладывая ткань вовнутрь, видите, как бы ее перекручивая, надеваем с одной стороны и с другой. Можно просто связать красной ниточкой спереди. Тоже, если у вас платочек почему-то коротенький, вам очень нравится какая ткань, но ее мало, да? И платочек коротенький, не 15 на 15, а там 10 на 10, например, тоже можно. Можно вот так завязать будут концы, можно завязать вокруг, может быть, можно вот так завязать вниз, как бы вокруг тела опустить концы. Можно завязать вокруг головы, а можно просто закрепить косточки платка, ниткой цвета платка. Завязать тоже будет красиво. Ну вот, я завязала наш платок сзади плотненько, вот, кончиками. Разворачиваю куколку, расправляю. Вот за счет того, что я положила туда вату, получается личечка немножко более выпуклая. Ну вот такая вот у меня получилась куколка, которой я могу рассказать о своих бедах, может быть, даже она мне как-нибудь поможет. Нет? Можете такую куколку подарить своим близким, чтобы она им помогала. Попробуйте. Это довольно сложно, но это интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok